МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дворец детского творчества. В нашей студии директор Юрий Меликов. Юрий Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Каким для дворца видится выступивший новый учебный год? Чего ждать воспитанникам, родителям, ну и педагогам тоже? Вы знаете, да, все системы образовательные очень быстро меняются. И как бы мы должны быть все время в тренде. Сейчас вот появилась новая воспитательная концепция. И приходится сейчас упор сделать на это. Но все равно воспитание является одним из показателей качества образования. И учитывая, что дворец, как вы правильно отметили, крупнейшее наше учреждение дополнительного образования, вот еще не до конца мы подвели итоги. Но уже на сегодняшний момент у нас 6 тысяч воспитанников. Будет, наверное, чуть больше. Конечно, с таким количеством необходимо, чтобы педагоги работали качественно. И еще помимо образования, как видите, ставится задача уделить внимание и воспитанию. Но если можно, отмечу, что во дворце так получается, что такого четкого прерывания учебного года нет, потому что у нас в структурном подразделении находятся два лагеря. И поэтому все лето мы энергично... Оздоровляли. Оздоровляли, работали. Да, действительно, в двух лагерях. Один у нас большой лагерь смена, и второй поменьше. Лагерь исток – это бывший санаторий троллейбусного управления. Ну, порядка полторы тысячи детей у нас оздоровились, отдохнули. Много спортсменов было и разных отрядов, и детей, находящихся в жизни. Поэтому мы, с одной стороны, готовились к новому учебному году в дворце, с другой стороны, очень плодотворно отработали лето. Ну, вот дворец творчества, он для людей моего поколения ассоциируется все-таки с прежним названием, да, дворец пионеров. Вы абсолютно правы. Даже больше, скажем, перебью. В этом году я и хотел отметить, что Новый год, он для нас немножко особенный и исторический, потому что 28 февраля 1936 года образовался учреждение, которое стало называться Домом пионеров. Поэтому для нас этот год очень важный, серьезная дата. Будем стараться ее отметить не только учебой, но и какими-то мероприятиями. И планируем научно-творческий семинар к этому с привлечением всех наших образовательных учреждений. Надеюсь, и область подключится, и привлечением наших коллег из Москвы. Мы сотрудничаем с нашим крупнейшим учреждением Дворцом пионеров на Воробьевых горах. Поэтому много мероприятий. Ну а конкретно к этому учебному году, конечно, много сделано. Вот судя по тому, что, как я сказал, на воспитание надо обратить внимание. Мы открываем такие новые отделения. Это волонтерские движения. Мы начинаем плотнее работать по вожатскому движению. Но тут экономика рождает политику. Есть два лагеря. Конечно, необходимы и свои кадры, которые бы понимали, как работать с детьми. Надеемся, что удастся выйти на какие-то моменты, чтобы наших вожатых отправлять и дальше. Например, в Артек куда-нибудь. Сейчас, я думаю, будет интересно привлечь молодежь. Наши традиционные востребованные направления, такие как танцы, спорт, вокал, изо, там, конечно, с одной стороны очень радует, что яблоку негде упасть. С другой стороны, конечно, мы понимаем, что сейчас ставится задача набора научно-технического творчества. Здесь мы немного испытываем определенные проблемы, потому что трудновато найти педагога в соответствующей квалификации. Ну, и это будет связано, конечно, и с определенными финансовыми затратами. Но традиционно сильное направление техническое у нас компьютерное. Все это существует, работает и развивается. Самое главное, востребовано. Про 6 тысяч человек вы уже сказали. И действительно, несмотря на то, что дворец творчества, это все-таки дворец пионеров, как он раньше назывался, да, во дворце занимаются, если вот использовать градацию советских времен, все от октябрят, даже еще не до октябрят, так скажем. Вы знаете, сейчас немножко более жесткие стали рамки. То есть, у нас новое название появилось, аббревиатура теперь звучит как муниципальное автономное учреждение дополнительного образования. И теоретически мы можем даже работать со взрослыми, если захочет учредитель. Но по детскому контингенту достаточно жесткие у нас ограничения с 5 до 18 лет. В чем-то есть плюсы, в чем-то минусы, потому что дополнительное образование очень помолодело. Очень много обращаются к нам с более молодыми детьми, как бы. Но еще не нашего возраста. И, конечно, хотелось бы площадей, можно было бы и больше. Но и, конечно, мы все равно не в замкнутом пространстве образовательном живем. Школы стремятся сейчас, не буду критиковать или стоит задача, чтобы школы работали в одну смену. Наверное, для школы это как бы здорово. Но мы в этом плане будем немножко испытывать сложности. Потому что в первую смену тогда будем пустовать, а во вторую смену будем очень нагружены. Поэтому плюс ограничены санпинами, что занятия должны идти до определенного времени вечернего. Поэтому немножко, конечно, получается, что мы перенаполнены. Но хочется, пользуясь случаем, выразить благодарность и понимание, что, не снижая качество, все-таки родители понимают, что в определенной сложности все-таки иногда группы у нас хотелось бы, может быть, более такого, как бы более индивидуального подхода. Но и указ президента требует, чтобы охват детей был больше. Поэтому я надеюсь, что и наши потребители наших услуг, и наши педагоги, они найдут здесь консенсус, понимание, что и образование надо не потерять качество, но и в то же время надо больше детей обучать и от этого никуда не деться. Юрий Алексеевич, для любого руководителя образовательного учреждения начало учебного года – это еще и целый ряд, скажем так, административно-хозяйственных вопросов, связанных с подготовкой нового учебного заведения к новому учебному году, прежде всего, ремонты традиционные. В этом году насколько хорошо, на ваш взгляд, удалось подготовить дворец, обновить его? Ну, вы знаете, всегда косметический ремонт, он не доставляет какого-то, может быть, такого удовольствия, хотя его нужно делать. Из больших ремонтов мы по двум направлениям, по направлению бюджетному, администрация города выделила нам средства на ремонт крыши от спортивным комплексом, она давно не ремонтировалась, начала уже протекать, поэтому очень своевременно, так сказать, помощь подоспела, и вот, несмотря на дождливую погоду, строители, надеюсь, качественно, вот сейчас мы, как раз сентября уже идут дожди, мы видим, что все хорошо сделано, и плюс из небюджетных источников мы привели в порядок помещение второго этажа нашего основного корпуса. Конечно, к юбилею немножко хотелось сделать побольше, чтобы есть кое-что подделать еще и в центральном корпусе, хочется отремонтировать фойе бассейна, потому что большое количество у нас детей проходит, но, к сожалению, в этом году пока не получилось, надеюсь, что в юбилейный год мы с этими задачами справимся. Ну что ж, благодарю вас, желаю достойно встретить юбилей, желаю успехов вашим воспитанникам, они традиционно присутствуют. Да, успехи, да, не успел похвалиться, извините, что перебиваю, да, у нас ребята имеют большое количество и международных наград, и в различных фестивалях и конкурсах, очень приятно, что из городских учреждений два наших воспитанника имеют губернаторскую стипендию, поэтому похвалиться есть чем. Я просто, знаете, сосредоточился на задачи, вот количественные, что ли, не рассказал о наших достижениях, но они тоже присутствуют, и надеюсь, что и будут и дальше. Ну, во всяком случае, мы вам этого желаем. Спасибо огромное. Спасибо директора Рязанского городского дворца детского творчества Юрия Меликов о наступившем новом учебном годе. Это была программа подробностей, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова